Неожиданный был сейчас ритуал, спасибо, что признали, хотя он почетный доктор, хотя я ни в медицине, ни в науке ничего не имею, никаких званий, но вот теперь он почетный доктор, спасибо большое, и схожу из того, что это не потребует от меня ежедневных лекций в университете, а только почетным дням. Я думаю, что мы все высоко ценим ту деятельность, которую проводит руководство Курбинско-Российского Славянского университета, ректор университета Владимир Иванович Невпадзиев, который вообще стоял у истоков создания этого высшего учебного заведения и с тех пор бессменно его возглавляет и обеспечивает постоянное взаимодействие вашего учебного заведения. С коллегами из России, с российской наукой, с высшей школой. Все это практическое воплощение того, что мы хотим постоянно поддерживать, а именно укрепление фундамента гуманитарных двусторонних связей. Без них отношения в экономике и в любых других сферах не имеют смысла, потому что все, что делается в экономике в сфере безопасности, все должно в конечном итоге помогать людям лучше жить. Общаться без каких-либо прикон и иметь самые комфортные условия для проживания в своих странах и для взаимодействия со своими соседями. Поскольку мы сегодня начали с истории создания университета, который неразрывно связан с линией Владимира Ивановича Нефадьева, хочу выполнить и со своей страны очень приятную миссию решением Министерства иностранных дел. Владимир Иванович награжден почерпным знаком МИДа за вклад в международное сотрудничество. Я хотел бы этот знак сейчас Владимир Ивановичу вручить, чтобы он уже продолжал участвовать в этом мероприятии. С этим знаком наградим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это не дань приличиям, это на самом деле признание всем конкретных многолетних заслуг Владимира Ивановича в продвижении нашего сотрудничества. Визит наш посвящен 20-летию дипломатических отношений между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой. Визит насыщенный. Сегодня с утра состоялась встреча с президентом Кыргызстана Алмазгаком Шавшевичем Атамбаевым. Состоялись также беседы с председателем Жанна Кокенеша и очень обстоятельные переговоры с Министром иностранных дел Русланом Кызакбаевым. Мы подписали целый ряд важных документов, включая межправительственное соглашение о сотрудничестве в гуманитарной области, кстати сказать, и ряд документов, которые направлены на конкретизацию задач, стоящих в сфере координации нашей внешнеполитической деятельности между Министрами иностранных дел России и Кыргызии. В этом году предстоит еще один юбилей. Помимо дипломатических отношений, 20 лет назад был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. И слово «дружба», наверное, здесь является ключевым. Многовековая история человеческих связей, многовековая история, которая была свидетелем переклетения хозяйственных, человеческих, семейных отношений, таким образом, что, в общем-то, эти узлы, эти переклетения не разрубить. 20 лет живем в качестве древних государств. Это новое состояние, которое на первом этапе дало толчок, знаете, таким вот идеям суверенизации любой ценой, отстоять свою истинную независимость. И, к сожалению, параллельно во всем мире шли процессы несколько противоположного плана, когда везде интеграция обретала суть государственной политики, многих государственных, особенно в Европе. Поэтому, когда после периода развода на полсоветском пространстве прошла эйфория о том, что каждый проживет сам, жизнь заставила все-таки понять, что то, что создано веками, там не все было плохо. То, что там не получилось, в общем-то, по большому счету, это не было расклада великого государства. Но подавляющая масса того, что и в экономике, и в культуре, в науке, и в образовании было создано, является бесценным. Об этом сегодня говорили наши турбинские хозяева на приеме, который только что состоялся, с участием дипломатического корпуса. И это действительно так. Об этом нужно всегда помнить, потому что в этом залог нашего успешного развития. В том, чтобы эффективно использовать созданное нашими отцами, делами, правилами и так далее. Мы, и слово взаимопомощь в нашем большом договоре, не воспринимаем формально. Мы активно помогали, и будем помогать нашему братскому кыргызскому народу, как это было и в 2010, и в 2011 годах. И сегодня мы активно участвуем в программах совместия Кыргызстана, в программах, которые осуществляются и под двусторонним каналом, и в рамках различных международных организаций. Успешно мы взаимодействуем в рамках таких структур, как СНГ, Организация договора коллективной безопасности, Еврозес, Шанхайская организация сотрудничества, и, конечно, Организация объединенных наций, ну и Европейская организация, такие как ОБСЕ, Совет Европы. Выделю наше сотрудничество пространской СНГ, потому что именно здесь содержится бесценный потенциал, обеспечивающий наше коллективное сравнительное преимущество в глобализирующемся мире, который становится все более и более конкурентным, и выдержать эту конкуренцию в одиночку не сравнимо тяжелее, нежели когда мы объединяем свои усилия. В этом смысле мы выделяем значение договора о зоне свободной торговли СНГ, который был подписан в прошлом году. Россия завершила рептификационные процедуры. Президент Кыргызстана сегодня заявил, что он нацелен тоже на скорейшее прохождение всех необходимых формальностей в работе Кенеши. Начал работать в рамках Евразес, Таможенный союз России, Георуссии и Казахстана, причем там уже в этом формате создано единое экономическое пространство, поставлена задача к 2015 году соревновать Евразийский экономический союз. И в декларации о евразийской экономической интеграции в ноябре прошлого года специально подчеркнуто, что двери Каможенного союза, единого экономического пространства, всегда открыты на любом этапе формирования вот этих вот структур для присоединения других государств, прежде всего государств, которые сейчас входят в Евразес. И Кыргызстан вместе с Кыргызстаном выражают заинтересованность в том, чтобы подключиться к этим очень-очень перспективным интеграционным тенденциям. И не только тенденциям, а и реальным процессам. Выделил наше сотрудничество в рамках организации договора коллективной безопасности. Недавно было принято решение, которое упорядочивает процессы размещения военных баз на территориях государств, входящих в ОДКБ. В ОДКБ активно формируется миротворческий потенциал, созданы коллективные силы оперативного реагирования. Это придает организации реальную, практическую значимость. И это должны, наверное, понимать все, кто смотрит на этот регион. Особенно, наверное, должны это понимать те, кто замышляет какие-то нехорошие вещи для наших государств, Центральной Азии. Это касается и терроризма, и наркотрафика, и в целом организованной преступности. Мы исходим с того, что в современную эпоху невозможно закрыться от партнеров, даже если они расположены далеко от нашего общего пространства. Но, безусловно, что те, кто хочет сотрудничать на этом пространстве, те, кто хочет здесь присутствовать, должны, безусловно, в первую очередь, уважать позиции стран, которые здесь расположены, и уважать интересы народов, которые здесь живут веками от тысячелетий. При таких пониманиях, при взаимоуважительном подходе, я убежден, что возможны самые разные формы взаимодействия. Тем более, что угрозы, которые происходят из того же Афганистана, терроризм и наркотрафик, прежде всего, они ведь не только затрагивают Центральную Азию, через нее Российскую Федерацию, они идут дальше, и в Европу, и даже какая-то часть этой гадости отбирается до Северной Америки. Одним из приоритетов, в том числе и по причинам, о которых я только что упомянул, является наше взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества. Она утвердилась в качестве, я бы сказал, системы образующего фактора в сфере поддержания мировой стабильности и в сфере, кстати, развития экономического сотрудничества в Азиатской Техоорианской регионе. И мы исходим из того, что Шанхайская организация сотрудничества в свое время предложила, и это предложение остается в силе, важно развивать такие сетевые, кооперативные связи между различными структурами, которые в Азиатской Техоорианской регионе функционируют. Прежде всего, конечно, с АСИАН, с которой у ШОС есть меморандум о взаимодействии по линии секретариатов. Мы заинтересованы во всемирном укреплении нашего стратегического партнерства с Кыргызстаном, нашего союзничества в рамках организации договора коллективной безопасности, и будем всемирно это взаимодействие продвигать. Политика Российской Федерации в отношении Кыргызстана всегда была и будет направлена на то, чтобы в вашей стране царили мир, благополучие, межнациональное согласие, и чтобы не отвлекались усилия кыргызстанного народа от созидательной работы, продвижения к большему процветанию. Мы, безусловно, понимаем, что в условиях глобализации, в условиях повышения значимости цивилизационной идентичности каждого народа в национальном сознании, каждая страна ищет свой путь применения универсальных, в общем-то, по большому счету, основополагающих принципов рыночной экономики и демократии, построения правового государства. Мы занимаемся этим внутри Российской Федерации, как вы знаете. Мы еще не прошли весь путь, но мы определяем свои шаги в этих сферах сообразным национальным традициям, сообразным тем условиям, в которых существует Российская Федерация. И, безусловно, мы с симпатией с людьми за усиление торговского руководства, по проведению реформ, в этом же направлении готовы и обмениваться опытом, оказываясь пассивной поддержкой. Говоря о международных делах, мы бы очень не хотели, чтобы те события, которые происходят в разных так называемых арабских весны, и в контексте которых все меньше и меньше внимания и обращаются на верховенство международного права, и все больше и больше музыку заказывают национальные, геополитические, односторонние интересы, не хотели бы мы, чтобы эти процессы стали традицией, и тем более не хотели бы, чтобы через призму этих процессов кто-то смотрел на религию Центральной Федерации. Здесь живут древние люди, древние цивилизации, здесь живут люди со своими традициями, со своей исторической памятью и с прекрасным пониманием того, что нужно для развития собственного общества. И внешние игроки, конечно, должны с полным уважением относиться к истории, к традиции, к религии, к миросозерцанию, если хотите, каждого народа. Наши подходы по большинству вопросов, включая то, о котором я только что сказал, о необходимости вложения суверенитета, территориальной целостности, государственной недопустимости, внешнего вмешательства во внутренние проблемы и о необходимости решать любые конфликты мирным переговорным путем абсолютно совпадают с позициями, которые исповедует Турбийская Республика. И мы будем продолжать, естественно, координироваться во всех международных организациях по различным вопросам, которые стоят на региональной и международных повестках дня. В заключение хочу сказать, что мы многого достигли в сфере двустороннего сотрудничества, но потенциал далеко не исчерпан и есть над чем работать. Период последних 20 лет был полезен с точки зрения более четкого понимания, как же все-таки наиболее эффективно, какими механизмами выстраивать в дальнейшем наше стратегическое партнерство и союзничество. И сегодня об этом шел разговор на встрече у президента и в ходе переговоров с другими представителями кыргызского руководства. Я очень ценю, что здесь немало студентов присутствует. Именно молодому поколению Кыргызстана предстоит определять приоритеты развития страны и конкретные направления на региональной и международной площадке. И я очень надеюсь, да, в общем-то, почти уверен, что этот факт, что вы получаете образование в Кыргызско-российском союзниверситете, в других учебных заведениях Бишкека, которые тесно сотрудничают с российскими коллегами, является залогом того, что, определяя свое будущее, вы продолжите традиции нашего стратегического партнерства и Кыргызско-российского союзничества. Спасибо за просмотр!